Около 5 миллионов из городского бюджета направят на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений. 4 миллиона на эти цели выделит область. Проиндексируют на 4 процента, согласно указу президента, зарплату обслуживающего и технического персонала учреждений спорта и образования, сотрудников управления ГОИЧС и ряда других категорий. Это одна из основных причин внесения корректировки в бюджет города, сообщил директор Департамента финансов Юлия Альшина, депутатом на очередном заседании Думского комитета. Дополнительные средства также выделят на строительство школы на Зорге. Еще основная причина – это внесение изменений на финансирование строительства школы на размер 62 миллиона рублей за счет средств субсидий областного бюджета, который предоставлено буквально две недели назад. Порядка 500 тысяч направят на ремонт ввода холодного водоснабжения в молодежном центре. Стены и потолок в клубе «Чайка» центра внешкольной работы отремонтируют на 300 тысяч. Полтора миллиона планируют потратить на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта дома молодежи и благоустройства прилегающей территории. Также предусмотрено увеличение субсидий на ремонт дорог в размере 18 миллионов 60 рублей. Предусмотрено средства 8 миллионов рублей – это средства субвенции на образовательную деятельность и прочие межбюджетные трансфеты. Таким образом, бюджет 2022 года по доходам и по расходам увеличивается на 93 миллиона 704 тысячи рублей. Это не последняя корректировка бюджета. В ближайшее время в проекте решения появятся новые пункты по мерам поддержки семей мобилизованных саровчан, которые принял глава региона Глеб Никитин, сообщила Юлия Альшина. Те поддержки, которые рекомендованы нам, органам власти, принять и поддержать, они указаны в пункте 1.4.1.7 данного указа. Скажу кратко, что одна из мер поддержки – это освободить от уплаты родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Следующая мера поддержки – это предоставить бесплатное посещение всех секций спортивных и учреждений доп. образования. Также детям семей мобилизованных предоставят бесплатно группы продленного дня и обеспечат их горячим питанием. Продолжение следует...